Ротор! 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 Для ротора торпеда соперник неудобный. Из четырех встреч в Волгограде торпеда выиграла две, ротор всего одну. Однако перед матчем Иванов и Прокопенко так весело беседовали, как будто тренировали одну и ту же команду. Торпеда была третьим подряд московским соперником ротора. Двух предыдущих ЦСКА и Динамо в Волгоградцы обыграли. И прострелы, как раз. Ну, стандартных внимательных. Разбирайте меня. Олег, поднимся. Они включены у тебя. Привет, Василий. Да, ты рыжий. Все, ребята, готовы? Поехали! Призыв Шустикова по-своему осмыслил Вастрасаблин, въехавший в Зернова. Но судья Александр Лапин, не прибегнув карательным мерам, просто попросил больше так не делать. Обиженный Зернов отомстил быстро. Отбежав у бровки Махмутова, он выдал идеальный пас Нидергаусу. Единственный забивающий форвард Ротор легко обманул Пчельникова. 1-0. Через пару минут Нидергаус снова угрожал воротам. Веретенников длинным пасом нашел партнера в штрафной, куда уже спешил Вастрасаблин. На этот раз сыгравший в мяч. Ближе к концу первого тайма торпедовцы пришли в себя и пошли вперед. Оказавшийся свободным Бородкин заставил дрожать перекладину над головой Саморукова. Обе команды играли в открытый футбол, красиво атакуя и часто ошибаясь во вороне. Пчельников не удержал мяч после подачи Нидергаусу, но, к его счастью, волгоградцы расторопности не проявили. Не спадала острота и у противоположных ворот. Огашков выложил мяч точно на голову Прокопенко, но тот вместо удара сделал слабый тычок. Беркетов в элементарной ситуации уступил мяч сопернику, но и вторая атака в исполнении Прокопенко оказалась для ротора безопасной. Выстрел Тищенко, оказавшийся куда сильнее и точнее, тоже не стал неотразимым. На второй тайм Валентин Иванов выходил первым. Двойная замена, проведенная им в перерыве, дала результат. Камольцев и Панферов создали гол. Первый заработал штрафной, второй вызвался его бить. Удар Панферов, однако, мог бы остаться безрезультатным, не вмешаясь в дело Саморуков. Непонятно, что отвлекло вратаря, но мяч, который он легко должен был ловить, от его же груди влетел в севку. 1-1. Ротор всей командой бросился исправлять ошибку голкипера. Лучше других это сделал Зернов, рухнувший на траву после контакта с Леонченко. Лапин без раздумий назначил пенальти и долго отбивался от насевших на него москвичей. Возмущение оказалось обоснованным. На повторе видно, что Леонченко только коснулся Зернова, но не толкал и не задерживал его. Более того, в момент касания и Зернов, и Леонченко были внештрафной. Споры прекратились только после удара Веретенникова. 2-1. Вполне естественно, что торпедовцы оказались в шоке. Недрогаус легко оторвался от опекуна и на линии вратарской выложил мяч Веретенникову. Тот решил бить на силу и зацепил ногу Пчельникова. Следующим к воротам вырвался Есипов, забытый москвичами у Бровки. Он легко вошел в штрафную, но не сумел попасть в ворота. Через пять минут Веретенников один оказался перед воротами, но не смог прострелить Пчельникова. Возможно, решив, что торпеда сломлена, ротор отошел назад и тут же за это поплатился. Панферов подал штрафной, а Камольцев стал первым на дальней штанге. 2-2. Торпеда по-прежнему неудобная команда. Пропускать за несколько минут такие голы, конечно, для меня это личная трагедия. Когда проигрывали 1-2, чувство досады за этот пенальти все-таки я испытывал. Когда забили, были успокоиться. Субтитры подогнал «Симон»